Дорогие друзья, после успешного дебюта проекта «Школа прославления» вместе с Гентасом Абариусом мы продолжаем этот проект, потому что появился интерес не только с вашей стороны, как я вижу по просмотрам на разных социальных сетях, на YouTube или на Invictory.org, но также и со стороны специалистов, которые прошли через это, которые в свое время очень активно занимались и сегодня продолжают заниматься творчеством, музыкой, прославлением, поклонением, знают это все изнутри, знают разные стороны и грани всего этого, поэтому сегодня в нашей студии вместе с нами Нона Муравская. Просим любить и жаловать, дорогие друзья. И я думаю, что это будет очень интересная программа, я думаю, это будет цикл передач. Мы будем двигаться от одной ступеньки к другой, мы будем двигаться от одной темочки к другой. Это где-то личные переживания Ноны, но мы будем вместе размышлять о том, как действительно нам внутри разобраться с тем багажом, который есть у нас, для того, чтобы быть эффективным в свете той современности, в которой мы живем, чтобы Церковь Божья, она знала, какие действительно сегодня нужны рычаги использовать для того, чтобы быть успешными. Итак, мы начинаем. Нона Муравская. Да, Саша, добрый день, либо вечер и всем друзьям. И нам здесь очень хорошо, ты сказала, рассуждать. Вот, наверное, это будет очень честным словом, потому что вначале, в предисловии мне хочется оговориться, что наши рассуждения – это сердечные разговоры. Это, если я скажу в самом начале, что то, о чем мне хочется говорить, исходит из глубины моего сердца. И именно рассуждение, именно честность подхода к этому рассуждению, пусть будет как исследование этого ключа в общем движении, как с такого позволения названо «Школа хвалы и поклонения». И сразу же хочется оговориться, что это ни в коем случае не практические навыки, либо какие-то наработки, установки, которыми мы дорожим, они были и работают. Эти практические навыки нужны, и мы к ним вернемся, но, наверное, позже. Мне все-таки хочется начать очень сердечный и искренний разговор, а не учение, отталкиваясь от своего собственного опыта. И в предисловии хочу сказать, что, наверное, аналитический ключ, вот так вот будет справедливым сказать этого рассуждения, берет, имеет место здесь в этом разговоре. Анализ собственного прожитого жизненного участка, равного в 9 лет. Вот, наверное, так будет совсем справедливо сказать. Потому что это слово, вот в частности, сегодняшняя наша такая передача, наша беседа, где мы, я уверена, я найду себе собеседников за кадром, потому что то, где была я, то, где нахожусь я, я знаю, что эмигранты. Пусть это слово прозвучит, потому что это слово, наверное, больше будет касаться нас, эмигрантов, эмигрирующих с бывших стран СНГ, да, Соединенные Штаты. Безусловно, эмиграция, она охватывает большие, более мелкие, либо более крупные масштабы. Люди переезжают из города в город, да, из женица переезжает жених к невесте и так далее. Это тоже будет нести в себе вот эти вот моменты, о которых мне хочется говорить, где нужно использовать одинаковые примерно принципы. А тем более, когда мы переезжаем с одного континента на другой. Когда мы переезжаем с одной культуры, с одного языкового барьера, совершенно в другой. Вот это, наверное, я хочу на входе сказать, чтобы, возможно, не потерять вас, слушателей, если вы уже хотите выключить кнопочку и уйти куда-то. От голубых экранов. Да. Давайте все-таки начнем рассуждение. И у меня глубокое желание есть в сердце, чтобы в будущем такие передачи превратились в формы, потому что об этом хочется говорить больше, откровенней и, возможно, вызывать наружу наши скопившиеся эмоциональные в этом задержки, какие-то вопросы, какие-то сомнения. Их очень много, их немало, их немало. Тем более, что в современном обществе платформа для этого есть. Есть социальные сети, блоги, телевидение, все что угодно. Да. Это тоже отдельный разговор. Это нужно вдохновлять наше христианство, здесь живущее, на этой части света, чтобы этого было больше, чтобы этому внимание привлекалось больше. Но, хорошо, можно я немножко начну с своей предистории. Конечно. Пожалуйста. А, Саша, в каком году ты выехал? В 1991 году. Я помню, знаешь, что... В 1991? Нет, в 2001. На два года раньше нас. Да. Почему? Потому что это была неделя после того, как купали башни в Нью-Йорке. После трагедии. Да. Получается, 19 сентября 2001 года. Ну, мой переезд с семьей, семья моя и я, мы переехали в 2003 году. И вот, скажем, вот этот рубеж... Кстати, мне тогда было ровно 40 лет. У меня даже все мои родственники как-то шутили. Ну, ты прям как Моисей. Ровно в 40 лет уходит в пустыню. Да-да-да. На новый уровень переехали. Но каким-то образом для меня это оказалось пустыней. Ну, благородной пустыней, где Господь провел и продолжает вести чудесными оазисами и открывать эти источники в пустыне. Америка – страна благословенная. Я не хочу ничего сказать насчет этого дела. Так вот, 9 лет тому назад моя семья и я, мы решили переехать в Соединенные Штаты Америки. Это было решено, опуская все подробности. Тот участок и количество жизни, которое я и моя семья были вовлечены в служение... Я вот сегодня утром анализировала, вспоминала все-таки, с какого времени началось, ну, такое служение, что ли, отдача своей жизни для служения. Ну, наверное, честно я скажу, в 14 лет. Когда меня привели, сказали, ну, спой, пожалуйста, какую-нибудь песню, мы тебя прослушаем. Принять ли тебя в группу, музыкальную группу? Я тогда спела свою любимую песню, тогда «Мой путь, как других, не украшен цветами». И была принята. Вот с тех лет, с 14 лет и до 40, вот я так скажу просто, я была целиком и полностью вовлечена в служение. Служение и по большому счету, и по маленькому счету. Я любила Господа, до сих пор Его люблю. Я была поклонником и остаюсь, наверное, в большей степени поклонником Нему теперь, после всех пережитых этих лет. Начиналось с детства, где за какими-то шторками, за какими-то лавочками нас прятали бабушки, потому что нельзя было в служениях сидеть детям. Переходило время в евангелизационные служения, когда это уже, может быть, резко сильный такой я прыжок сделал, но перестройка пришла, конец 80-х, когда резко открывались двери Евангелия, и мы уже группа «Пилигрим», которая к тому времени начинала действовать, мы вовлеклись в эти служения. Мы перешли в этот этап. Потом из этого этапа мы переплыли просто в бурную жизнь миссионеров. Это захватило наш период времени очень важный. Я помню, и такое ощущение, даже наши дети рождались в аэропортах. Я себя помню вот в определенном месте. Я была 7 месяцев ожидания моего третьего сына. Я помню, что я спала в аэропорту на большом-большом таком чемодане, который пульт, там лежал пульт, и вот это место было для меня, потому что я же все-таки в положении особенного. Самолет задерживался, мы летели на Урал, нет, в Сибирь, я не помню в каком городе. Не суть в этом, но суть в том, что вся наша жизнь проходила вот в этом. И мы не представляли себя другого. Просто не представляли. Потом закончились эти времена, естественным образом все перетекло в библейский колледж «Христос для народов». Музыкальную студию в селах, которая еще с большим каким-то азартом поглотила и меня, и моих друзей, и мою семью. В моем доме была комната студии, пока мы строили свою. Это было... Я просто не представляла ни одного дня своей жизни без всего этого. Я к чему это все говорю? Чтобы, наверное, себе самой и слушателю сгустить эти краски, показать, насколько важной духовной инстанцией, не просто служением, это была моя мама. Это было гнездо, в котором я духовно росла, которое было мне дорого. Еще одно сравнение. Это было мое дерево, которое было посажено, которое давало плод. Я видела это. Оно росло, оно приносило радость и окружающим, и себе. И я в свои 40 лет перед выездом в Америку не представляла себе другой жизни без своего вот этого гнезда, без вот этого дерева. И все, что мне казалось, что я должна любыми путями взять это гнездо, перенести его в таком же виде с собой в Америку, этот свой уют, или там вырвать это дерево посаженное, перевезти его сюда, заставить его расти в этой земле, поливать его или чего-то. Вот примерно такие духовные, душевные, эмоциональные ассоциации с этим рисуются. Могла ли я тогда, или как по-другому сказать, была ли у меня возможность остановиться и задуматься, а что я вообще хочу, что я собираюсь сделать в этой стране, а что будет с моими детьми, с поколением будущим. По-моему, мне даже не хватало места в моем разуме на эти вопросы, потому что очень сильно хотелось сохранить этот комфорт в служении, во всем, в чем я сказала. Я думаю, здесь я уже поимела в себе собеседников за кадром, потому что очень многие, может быть, не все, может быть, есть такие уникальные люди, которые вообще никакого дискомфорта не ощущали, которые вот просто переместились. Я верю, я верю, есть такие люди, но это была не я. Так вот, я думаю, я приобрела себе слушателей, которые поделятся, я могу разделить с вами эти же ощущения примерно. Вы знаете, как, забегая немножко или открывая скобочку, как медик, потому что я по жизни остаюсь медиком, и здесь приобрела с Божьей помощью медицинское образование. Как медик хочу сказать и справку такую навести, что потеря комфорта или дискомфорт – это нормальное физиологическое явление, ощущение точнее. Если мы уходим из чего-то, переезжаем в любое другое место, меняется глобально наша обстановка, мы будем чувствовать тревогу в той или иной мере. Я не говорю о большой тревоге, все заботы наши мы возлагаем на него, потому что он печется о нас, я это твердо знаю. Но я говорю о общей нашей человеческой ипостаси. Мы так устроены, мы переживаем. Это естественный процесс. Но часто этот естественный процесс перетекает, как я сказала, в то, что мы не в состоянии. Он нам затмевает глаза, не дает возможности видеть, рассуждать и думать, и не дает возможности услышать голос Бога внутри нас. Все-таки что же? Опуская подробности, хочу сказать, что все-таки Дух Святой начал задавать эти вопросы. Не помню, месяц или проходили, или может быть около года. Внутри начало что-то шевелиться и спрашивать. А что я вообще хочу в этой стране делать? Помимо того, что, да, пришли новые задачи, абсолютно задачи, которые... Вы понимаете, мы переезжаем с одного континента на другой. Ну да, есть люди, которые приехали с совершенством английского языка, возможно, там, культоведение или там социума. Но я не думаю, что социальную жизнь, возможно, за кадром в учебниках выучить в Союзе, даже в самом крутом институте. Такого там не было. Мы меняем все, начиная с языка культуры, заканчивая каждодневной, повседневной рутиной, которая требует таких естествознаний, которых мы не можем изучить ни в одном университете, там, живя в России. И с таким вопросительным вот ощущением, которое уже начало приходить ко мне, я поняла, что это звучит изнутри. Я начала прислушиваться. Хочу сказать, что я не была настроена на, как сказать, на то, что мне, безусловно, я приеду, мне скажут, о, дорогая сестра, да, или там, мы вас ждали, мы вам предлагаем служение, вот ваше гнездышко, вы можете здесь продолжать его развивать. Я не ожидала и такого, конечно же. Я понимаю, что все здесь по-новому. Но были ощущения вот этого, что я хочу это сохранить. Я говорю о внутренних своих ошибочных ощущениях. Я их называю ошибочными, потому что я с Божьей помощью увидела, что это неправильно. Нужно себя остановить. Нужно просить Божьей мудрости остановиться и переосмысливать. Так вот, в те годы, безусловно, я с удовольствием продолжала принимать участие в каких-то любых предложениях, конференции, да, фестивали. И у вас в церкви, я помню, проходили конференции. Я с удовольствием приезжаю и участвую. Я знаю, что я отдыхаю сама душой. Где-то какие-то наши выезды были совместные. Но это было очень рендомли, очень так, иногда, с такой скоростью, которая не мешала моей учебе, моей тогда уже возникшей частичной работе, заботе о семье и так далее. И момент такой. Я вспоминаю, когда после одной из конференций, на которых мне посчастливилось послужить, я получила самое огромное удовольствие, подошел один служитель. Безусловно, мы имена не называем. Он спросил меня. Он был не из наших мест, просто приезжий, один из служителей, с другого штата. И спросил меня, сестра, вы участвуете, вы ведете служение? Вы ответственны за какое-то служение в церкви? Я просто сказала нет. В ответ я услышала примерно следующее. Ну, Господь взыщет. Я почитала этого брата, я его до сих пор почитаю и очень уважаю. Сначала как-то взволновалось мое сердце. И потому что я уважаю, я уважаю братьев, я знаю, что такое авторитет служителя, его слово. Я задумалась. Но я не помню, сколько прошло времени, когда вот эта атмосфера у меня разошлась, и внутри, где-то из глубины, зазвучал другой вопрос. А мне кажется, что Господь спросит меня про другое. А сколько ты вообще употребила усилий, и употребляла ли ты вообще усилия, чтобы взять себя за шкирку, выставить из зоны комфорта, посмотреть на новое окружение, в котором нужно будет жить тебе, твоим детям, твоим внукам и всем поколениям, которые придут через мою семью. Это звучало сильнее и сильнее с каждым годом. И я успокоилась. Я перестала волноваться за вот эти какие-то проходящие вопросы. Потому что, как я уже сказала, я с детства воспитана в христианской среде, и для меня эти вопросы были не праздные. Как же? Нужно же что-то делать. Нужно делать. Нужно обвлекаться. Нужна активность. Перестала обучать эту тему. Как-то меньше и меньше, как я уже сказала. И где-то внутри у себя я начала слышать, что есть это определение остановки. Оно появилось у меня как остановка, равная огромная активность. Для того, чтобы пойдет все в следующие, возможно, сезоны жизни, в последующие годы, в последующих поколениях, для которых я тоже хочу быть нужной в этой стране. Для социума, который окружает меня. Для людей, для которых я хочу быть нужной в повседневной жизни. Я не хочу быть сильной иностранкой для того, чтобы только за дверью церкви я могла находить свое общество. Я понимаю, общество по крови Иисуса Христа, по телу – это одно. Но когда ты выходишь и легко смотришь в лица людям, и в их глаза, ты должен легко стараться, легко дожить до той степени жизни, где тебе легко с ними общаться, как с своими гражданами, когда-то живя в Беларуси. Где-то примерно так. Вот может быть такая маленькая иллюстрация своей жизни, которая привела меня, вела меня дальше в этих определениях. И потом закончу еще эту мысль после того разговора и вот этого внутреннего голоса, который звучал во мне. Все-таки мне нужно напрягаться. Все-таки мне нужно учиться в этой стране. Не ради крутой классной профессии, не ради даже того, чтобы иметь хлеб насушенный, а ради, может быть, букета всего для того, для чего это нужно. Ради, да, ради своих будущих поколений, ради цвета и эффективности Царства Божия, в котором я хочу принимать хорошую лепту, вносить хорошую лепту. Я хочу, я жажду этого. Я говорила это чистосердечно, как перед Господом, так пыталась быть честной перед самим собой, перед своими родными. И когда я думала эти мысли, параллельно говоря, я являюсь членом американской церкви до сих пор, но я очень люблю свою церковь. Пастор Адамс, весьма глубокий, духовный человек. И когда я с такими мыслями пришла просто на одну из бесед, потому что я хотела познакомиться после того, как я прошла курсы библейской подготовки для того, чтобы стать членом церкви. Такой закон мне очень-очень нравится. Я очень уважаю, кстати, такой закон. Ну и что, что я приехала с образованием библейского колледжа, с какими-то еще там наработками, с духовным опытом. Мы же знаем, что мы... Да, я сама была вроде как учителем каких-то предметов, но я с глубокой уверенностью или жаждой шла на эти курсы, потому что я знала, я приехала в новую страну. Мне нужно открывать другие двери, мне нужно посидеть с моими братьями и сестрами, которые тоже верующие, но которые, возможно, имеют что-то другое, не другое в теологическом смысле, а вот эти вот практические звенья на уровне социальном, на уровне общения, на уровне, да, наших просто человеческих взаимоотношений. Я включила сознание новичка и начала ходить на эти занятия. Это принесло мне огромное духовное удовольствие. Это поставило меня ближе на ступеньку общения, взаимоотношения с этими людьми, потому что я сама себе отвечала на этот вопрос, почему я пошла в американскую церковь, для того, чтобы изучить, для того, чтобы узнать, для того, чтобы погрузиться в эту культуру и знать больше со стороны перспективы английского языка даже, культуры и знаний, которые так много открылись в знании языка. Я забежала, наверное, наперед, я хочу к этому вернуться, но все-таки, дорогие, скажу и повторюсь потом еще дальше. Если нам не нужна культура, если мы боимся проникаться чем-то, что, возможно, нас как бы отвлечет, давайте просто простой задачей зададимся изучить язык для того, чтобы для нас открылись десятки и сотни книг христианского назначения. Саша, я ощущаю глубокое удовольствие от того, какие книги я сейчас читаю. глубокое удовольствие, потому что в них дальше и дальше открывается твое познание, не знание ради сухих фактов, информации и каких-то еще заслуг, которые тебе дадут погоны служителей. Нет. Ради движения, ради внутреннего роста, и чтобы тебе что-то принести в это общество, стать на одну ступеньку с поколением, которому ты хочешь быть нужным. Где-то примерно так. Так вот, я пришла к пастору на эту беседу просто познакомиться. И, безусловно, он служитель. Он, наверное, глазами Духа Святого увидел мои волнения и сказал. И он повторил в точности те слова, которые так глубоко звучали в моем сердце. Он сказал, взял меня за руку, благословил, сказал, спросил, что я делаю, где я учусь. Я ему сказала, я была только два года еще в Америке, и он сказал, знаешь, что ты сейчас делаешь? Ты берешь себя за шкирку, выводишь себя из зоны комфорта и бросаешь в океан. И ты хочешь во что бы то ни стало сделать все возможное, чтобы принести плод своим детям, своему будущему поколению, и стать нормальным, функциональным звеном этого общества. И профессия, он мне так еще сказал, которую ты выбрала, медсестра, я работаю в операционной, в очень крупном госпитале, этим тоже как-то не то, что горжусь, а Господом хвалюсь, дорожу, потому что это Господь подарил этот опыт, который просто для меня уже бесценен. И тогда я училась, тогда я еще даже не была в программе, он мне говорит, и ты избрала такую профессию. Ты знаешь, этой профессии сегодня миссионеры открывают закрытые двери. В Афганистане будут скоро открываться двери только для медиков. И мурашки ползли по моему телу. Даже мурашки, я хотя в мурашки не верю. Это для меня не факт присутствия Божьего. Но мне настолько было тепло от этих слов. Конечно. И настолько дорого было, что Дух Святой поддержал во мне вот этот какой-то дискомфорт того места, где я вот старалась как-то выжить, старалась выйти, потому что, вы знаете, учиться после 40 лет, это непросто. Это просто непросто. Будем так говорить, да? Я не буду утрировать, да. Но я знаю, что мне даже кажется, что если я это прошла, ну все это могут пройти. Потому что я не считала себя весьма сильным человеком или каким-то особенным. Весьма ordinary person. Очень обычный, простой человек. Но я доверила в этом Господу. Я знаю, что с Господом все возможно. Где-то здесь хочется остановиться о истории своей. Потому что мне хочется повторить некоторые вопросы, на которых я считаю, и поставить, может быть, гвоздик сегодняшнего нашего разговора вот в этих вопросах. Потому что сегодня приезжали и приезжают и будут приезжать наши дорогие братья и сестры. служители ли, простые ли члены, они будут пересекать эту границу, они будут стараться, либо же, я знаю, там очень тревожные времена, и в Казахстане сейчас тяжело. И продолжают наши многие братья, служители здесь, которые работают по защите прав человеческого, по защите человеческих прав. Они пытаются помочь братьям тем, которые попадают под судимость. пытаются помочь им переехать сюда. Я знаю такие служения. Это будет продолжаться. И мне хочется, возможно, благословить и вперед сказать нашим братьям и сестрам, чтобы пусть поможет вам Божий Дух, пусть поможет вам сознание, пропитанное Божьей жаждой, переоценить, остановиться, не пожалеть количества времени, потраченного, может быть, мы так думаем, оно потраченное, и кто-то на нас посмотрит со стороны, скажет, а где же он, брат? Он был вроде бы служителем, а сюда приехал, растворился, его не стало, где он? Не бойтесь этого. Если вы остановитесь для того, чтобы переосмыслить и поставить новые задачи перед собою в жизни американской реальности, культуре и так далее, это не будет остановка. Это будет время, необходимое в вашем развитии, не только в вашем. Вы знаете, помимо ущерба, который мы можем причинить себе вот таким вот установкой, о которой я говорила, это все в жизни, что я могу делать. Другого я себе не представляю. Я переезжаю оттуда, в церкви я не в одной, это в другой церкви, я хочу найти вот такое служение, хочу в него влиться. Это все, что я могу делать. Вы понимаете? Если мы будем продолжать себе даже такое говорить, это все, что я могу делать. Мы закрываем врата. Мы закрываем врата для Божьей благодати, которая может течь в нас, продолжать течь. Мы закрываем просто, собственно, рост. Помимо этого своего личного уровня, личного роста, мы, служители, мы в ответе за то, чем мы будем кормить церковь, как мы будем насаждать Слово Божие, и как мы будем евангелизировать, потому что конечная цель Евангелия – благовестие, конечная цель – лечение приобретения душ. Не просто нам, своими семьями, сидеть в хороших, красивых стенах и периодически переезжать в Союз, чтобы там благовествовать. Мы приехали сюда. Теперь, хотите ли вы этого, или не хотите, мы должны начинать быть для здесь, быть для этих людей, которые завтра встретят нас на работе, которые завтра встретят нас на учебе, с соседями нашими, которые так не понимают изначально, возможно, по приезду нас. Не понимают наших некоторых просто обычных человеческих факторов. Они не понимают наших строгих лиц, они начинают с строгих лиц. Они не понимают наших установок, определенных там в культуре, в одежде, возможно. Но это ладно. Я не говорю о том, что надо сделать все сразу. Я говорю о том, что нужно просто поставить себя на ступень познания. «Господи, я хочу, чтобы жизнь в этой стране была благословенна». Но дело в том, что, смотря на нас, эмигрантов здесь, складывается впечатление, а некоторые люди даже откровенно говорят об этом, что они этого и хотят. Они хотят, чтобы люди, живущие здесь, выучили их язык, изучили их культуру, пришли в их церкви и делали так же правильно, как делают они. Но что значит правильно? Вот хочется нам разобраться вот в этом всем, знаешь. Что такое правильно? Ведь то, что мы сегодня называем правильно, это не обязательно, что это правильно. То есть это правильно для тебя, правильно в том разрезе, в котором ты жил. Но действительно, ты приехал в эту страну не просто ради того, чтобы у тебя было больше хлеба, хороший дом, машина или что-то еще. Действительно, важно быть полезным, потому что все, что ты сказала, я пережил в каких-то иных, может быть, формах, тем не менее. И поэтому я прекрасно понимаю, когда сегодня у меня есть возможность как бы служить американским церквам, и многие люди смотрят на меня, как бы, ну, знаешь, абсолютно не понимая вообще, что я делаю. Для некоторых из них очень чуть ли не отречение от веры какой-то, вот, что-то на этом уровне. Поэтому действительно, я слышал такие фразы, и я честно скажу, дорогие друзья, это очень обидно, когда вы говорите о том, что нам нечего учиться у них, они такие далекие от Бога люди, мы приехали в эту страну, чтобы научить их вере. Я думаю, что благодаря этой программе, я не хочу сейчас говорить каких-то строгих, каких-то принципиальных вещей, мы сможем разобраться все-таки, что мы можем взять от них, что мы можем дать им, как это может работать, для славы Божьей. Да, возможно, Саша, это отдельная тема даже, то, что ты говоришь, правильно, что неправильно. Это уже лежит где-то за гранью следующих разговоров, где, как ты говоришь, заставить тех, куда ты приехал, чтобы они делали так, как ты делаешь. Ну, мне кажется, что не хочется сильно философствовать и рассуждать, уходить в другую сторону, но, по крайней мере, наверное, это не скромно. Ведь, когда мы приезжаем, приезжаем в другой народ, сколько мы не слышали, сколько я сама не слышала всяческих рассказов о миссионерских служениях, в служениях, кстати, в нашей церкви, в Беттани, в которой я член церкви, сотни, сотни, сотни миссионеров в разных странах и в Союзе. Прошу заменить, мы ведем программу из Массачусетс, штат Массачусетс, поэтому церкви находятся здесь в Массачусетс, в городе Спринфилл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова